МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Соблюдайте чистоту или новая система обращения с бытовыми отходами. С южных гор до северных морей или телемарафон национального телевидения Чуваши. Дай пять или инициативное бюджетирование в ЖКХ. Сегодня кабинет министров Чувашии рассмотрел условия проведения торгов по выбору организации, которая будет заниматься сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Чувашия в числе пилотных регионов заведется работа по переходу на новую систему обращения с ними. Система должна заработать с начале 2018 года. С 2018 года вывоз мусора в городах и районах республики должен осуществляться централизованно и только на основании договоров между региональным оператором и управляющей компанией. По условиям проведения торгов будет определена стоимость вывоза мусора для управляющих компаний конкретно каждого жителя. Работать практику уже по другим регионам, это Краснодарский край, Ивановская область. Планируем до конца июня текущего года объявить конкурс по региональному оператору. Закон о новой системе обращения с отходами регулирует взаимоотношения регионального оператора и перевозчиков, чтобы не было разноклассей. Сейчас в Уфас-Чувашии идет заседание по делу, возбужденному в отношении спецавтохозяйства. По признакам нарушения закона о защите конкуренции. Те, кто сегодня занимается сбором и утилизацией твердых потовых отходов, расчеты к управляющим компаниям представляют размеры от 450 до 500 рублей. В этой цене мы сегодня видим необоснованные затраты. По итогам первого квартала 2017 года основного перевозчика САХ мы видим рентабельность порядка 23-25% себестоимости. Госслужба по тарифам рассчитала нормы накопления мусора 2 кубических метра на человека в год или 2000 литров или 66 30-литровых пакетов мусора. И выливается все это по подсчетам ведомства в 70 рублей в месяц с одного человека. Стоимость тарифа на территории города действительно колеблется. В ценовом диапазоне 450-500 рублей за одну тонну. Но предприятия-перевозчики считают эту стоимость обоснованной. Часть управляющих компаний попытались вывозить мусор самостоятельно, собирать его, довозить, утилизировать. Но сочли этот бизнес невыгодным для себя. При этом управляющие компании стали оптимизировать затраты, сокращать количество контейнеров и прессовать мусор в них. Перевозчики все являются частными, там нет государственных перевозчиков и муниципальных перевозчиков. И каждый хочет на этом свою прибыль просчитать. Они все работают на получение прибыли. У них главная цель в этом заключается. У нас цели другие. Защита интересов людей и интересов государства в данном случае. Когда оригинальный оператор будет централизованно вывозить, оптимизировать будет сразу свои расходы, потому что за счет грузоподъемных автомашин, за счет оптимизации лишних людей и так далее, там намного будет рачительный подход. На заседании Кабинета министров также рассмотрели и другие вопросы. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Все говорят о кризисе, а предприниматели Республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты. В Батаревском районе заработала ферма по разведению рыб. На предприятии в селе Янцикова открылся новый цех по выпуску кефира. Увеличивают мощности кондитерские заводы. На что сейчас повышается спрос и какая продукция может быть конкурентоспособной, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Вода, которая попадает в этот бассейн, проходит через специальную систему фильтрации. Автономные датчики регулируют температуру воздуха. Для обитателей искусственного водоема должна быть создана идеальная среда. Эту рыбную ферму Ферит Чабатов возвел в конце прошлого года. Сейчас здесь разводят карпов, осетров, форель и стерлядь. С 31 января пустили первые партии рыбы. Все удачно разводится, нормально растут. А так уже пока закупаем сами мальков. Мальков выращиваем. Осетровые стерляди такие породы, что икру еще не будут давать. Не с первого года, надо ждать годы, 7-8 лет. В планах предпринимателя открытие линии по выпуску рыбных консервов. А в дальнейшем нужно создавать рабочие места, сделать свои же производства консервные. Дай бог, живы, здоровы будем даже работать с черной икрой. Глава региона отмечает, что пока конкурентов у предпринимателя в республике нет. Рыбная ферма – перспективный проект, и он может стать прибыльным бизнесом. Но необходимо просчитать все риски. Надо работать, соблюдая технологическую дисциплину. Но самое главное здесь, он замкнул весь цикл. То, что в бойнице их работает, биоотходы, и биоотходы направляют на кормление рыбы. На перспективе у него все шансы есть в участии в государственной программе развития сельского хозяйства, биоресурсов. И реально он может претендовать и получить. Инвестиционные проекты реализуют и предприятия кондитерской промышленности. На одной из фабрик столицы заработала новая линия по выпуску конфет. Эта линия выпускает пролиновые конфеты, которые раньше наше предприятие не выпускало. Наше предприятие было ориентировано в основном на мучные кондитерские изделия. И технологи занимаются наладкой данного вида конфет на этой линии. Технологи выезжали на обучение, готовились технологи для данных рецептур. Работали дизайнеры по подготовке упаковочного материала, этикетки. Предприниматели ориентируются на потребности рынка. Спрос на кондитерскую продукцию из Чувашии повышается в других регионах и за рубежом. Вот сейчас мы видим, тоже они вышли на рынок китайский, белорусский. А все мы знаем, чтобы выйти на рынок, например, той же Беларуси, продукт должен быть обязательно качественным, соответствовать ГОСТу и так далее. Конечно, очень важно сохранить качество само, чтобы была стабильность. Эта отрасль для нас, конечно, она очень важна. В этой отрасли работает более трех тысяч человек в Чувашской республике. Отрасль в целом, хотя вот везде мы говорим, кризис, объемы снижаются по всем продуктам питания. Но кондитерская промышленность, она сохранила свои объемы. Экспортный потенциал у предприятий республики большой. И пока на рынке есть свободные ниши, их необходимо занимать. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов и Игорь Звелев. Республика. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Расиль Мухаммедов, Расиль Мухаммедов. Для этого нужно позвонить по телефону 23 50 06. Сегодня в эфире национального телевидения Чувашии с шести утра и до полуночи проходит целемарафон. Мы рассказываем о наших проектах, наших возможностях, общаемся с разными регионами страны, где смотрят национальное телевидение. Сейчас у нас на связи Санкт-Петербург. Живущие там земляки шлют привет своей малой родине. Добрый день, уважаемые дневники. Рады слышать чубаксанские голосы. Чувашские деревни, это что это Санкт-Петербург. Это радостно. Я здесь не один. Со мной рядом. Я представляю вас из Куртургатического музея. Он является директором Куртургатического музея. Поэтому спасибо большое. Меня зовут Чудичи Алексеев Иванович. Я являюсь членом прихода храма Рождества Христова на Песках. Храм является детищем великого сына чувашского народа Петра Егоровича Егорова. Я Сергей Ивановиков. Я являюсь членом прихода того же храма, что сказал Сергей Иванович. Отвертый ансамбль «Парне» руководитель Татьяна Ельина. После участия Международного фестиваля Доброгенния, когда вручали грамоты участникам, всем нашим участникам, руководитель Татьяна Ельина, директор Российского этнографического музея предложил нам услуги по предоставлению помещений для изучения чувашского языка. Сейчас мы формируем группы для того, чтобы с нового учебного года для тех, кто желает обучаться чувашскому языку, начать обучение. Действительно, в этом году мы приняли активное участие в Петербургской акаде 2017 год. Хотя погода немножко подвела, было дождливо, мы провели радостно, весело, познакомились с новыми нашими земляками. И у нас уже поступает предложение, чтобы на следующий год, как улучшить проведение этого праздника. Мы приняли участие с ансамблем «Парне» и молодежно-кареографическим танцевальным ансамблем «Коллега». С удовольствием ансамблем «Парне» дарит всем телезрителям и всем нашим землякам перед песней. ПЕСНЯ Одна из главных задач нашего телеканала, как регионального средства массовой информации, держать жителей республики в курсе самых последних местных новостей. Наши корреспонденты работают в разных районах республики. И сейчас Родион Архипов готов выйти на связь из Шумерли. Родион, какие у вас новости? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, коллеги. Ровно год тому назад на национальном телевидении «Чувашия» стартовал проект «Республика в деталях». И именно тогда появилось у всех жителей городов, а также всей страны, смотреть передачи телестудий городов «Канаш», «Шумерля» и «АллатРь». И таким образом стать ближе к малым городам и узнавать новости напрямую. А рядом со мной руководитель Шумерлинского телеканала «Новая реальность» Наталья Григорьевская. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Историю нашего телеканала насчитывает 12 лет. И самым первым продуктом, естественно, стала информационная программа «События недели». Она сейчас пользуется популярностью и освещает общественную, политическую, культурную, спортивную жизнь города. И за всё это время было много проектов, которые были и которые есть. Они полюбились нашим зрителям. Это «Выбор за вами», «Детский взгляд», «Синематограф», «Пять минут здоровья». И мы ещё сотрудничаем с детской студией телевидения. Она находится при Центре детского творчества. И мы сотрудничаем в таком плане, что в эфир утром, в субботу и воскресенье, выходят передачи «Пять минутка». И я хочу представить руководителя этой студии, Юлия Ждановича. Здравствуйте. Мы действительно активно сотрудничаем с телеканалом «Новая реальность». Наши ребята создают программу. Я хочу вам их представить. Это Катя Молочкова. Она у нас пишет тексты программы. Ксюша Манерова. Она занимается монтажом. И Дима Баранов. Он является ведущим нашей программы. До встречи в эфире! Чебоксары. Сбора макулатуры, отработанных лампочек и батареек до уборки лесов от мусора. В итоге было проведено в общей сложности более трех тысяч субботников и около полутора тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов. Акция стартовала 1 марта. Ее главная цель – сформировать в обществе ответственное отношение к природе и вовлечь максимальное число россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Большую активность проявили и сельские жители, поэтому в ближайшее время общественная палата назовет и самые чистые села страны. На вашей улице нет дороги или освещения? Тогда она идет к вам. Речь про программу инициативного бюджетирования. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Днем ничего необычного, а ночью темно, хоть глаз выколи. Парадокс, но это про улицу в Новоюжном районе, которая носит имя знаменитого офтальмолога Святослава Федорова. Жительницы Елены и Нины говорят, дома здесь построили больше 10 лет назад, а освещение так и не провели. Впрочем, плутать в потемках осталось недолго. Улица совершенно темная, освещает настолько окна роддома. Когда роддом закрывается на ремонт, у нас темно. Администрация, услышав нас, предложила нам участвовать в этой подпрограмме софинансирования, объяснив на пальцах, сколько это будет стоить и сколько с каждого дома. С каждого из 37 домов в данном случае около полутора тысяч рублей. Такова цена для жителей за освещение и посыпку асфальтной крошкой выезда с улицы. Собранная сумма покроет 5% расходов. Остальные 95 выделят городской и республиканские бюджеты. Так работает программа инициативного бюджетирования. Жители сами определяют, что им необходимо сделать или отремонтировать. В эту программу по желанию жителей могут входить даже ремонт ограждений частного сектора, ремонт дорог, освещение. Также в это софинансирование могут быть оборудование контейнерных площадок. Помимо софинансирования в размере 5% для жителей есть еще одно условие участия в программе. У каждого дома улицы должен быть договор на вывоз отходов. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Республиканский онкодиспансер получит из резервного фонда правительства России 7 миллионов рублей. Эти средства пойдут на закупку медицинского оборудования. Чувашия вошла в число пяти субъектов, которые поддержит государство. Общая сумма субсидий составит почти 360 миллионов рублей. Серьезная авария произошла сегодня на выезде из Чебоксар. Грузовик сбил колонну велосипедистов. Сегодня около 15 часов на 11-м километрах дороги Вятка, напротив деревни Тип-Серма, водитель грузовой автомашины совершил наезд на группу велосипедистов из семи человек, которые двигались по путному направлению по правой стороне проезжей части из города Казань в город Чебоксары. Причиной ДТП стала невнимательность 46-летнего водителя, который отвлекся за рулем. В результате наезда три женщины-велосипедистки получили травму, преимущественные ушибы, и были доставлены в больницу. Самую серьезную травму получила 38-летняя женщина. По предварительным данным, у нее перелом плеча. Пели, танцевали, читали стихи и играли на инструментах. Свои таланты показали ребята из детских домов регионов ПФО. В столице Чувашии прошел галоконцерт фестиваля «Звездный час». Он завершил окружной конкурс детского творчества «Звезды детства». Вот уже восьмой год «Звездный час» собирает талантливых ребят со всего Приволжского федерального округа. Башкортостан, Киров, Пенза, Мордовия, Ульяновск, Чебоксары. На этот раз в финал вышли более 120 детей. Все они стали победителями региональных конкурсов фестиваля «Звезды детства». Проект реализуется под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Кстати, честь принимать у себя гостей столицы Чувашии выпала второй раз. «Я всегда с большим удовольствием нахожусь в этом городе. Мы прекрасно знаем, что это самый чистый город России. Попав сюда, они прошли довольно-таки очень сложный отборочный процесс в своих регионах. И наша цель – раскрыть их потенциал, их возможности для дальнейшего продвижения, чтобы им помочь, их жизнь в дальнейшем оказалась много лучше, чем она была до этого». Вокал, танец, художественное слово – оригинальный жанр. Участники показали себя в четырех различных творческих направлениях. «Говоря, говоря, говоря, мой, говорю, что душечка моя». «Как выступали?» «Отлично». «Хорошо». «Идеально». «Сегодня это был самый лучший номер, потому что у нас было все отрепетировано». Одним из популярных направлений этого года стало художественное слово. Многие участники выбрали для себя именно этот жанр. Но фурор произвел Антон Шевников. Своим выступлением представитель Кировской области продлил жизнь всем зрителям, выразительно рассказав произведение Михаила Зощенко «Нервные люди». «Я словно салон работаю. За 32 рубля с копейками в кооперации улыбаюсь, знаете ли, покупателям и колбасу им отвешиваю». «Я с первого класса уже на сцене, спектакль игра, прозу уже рассказываю давно. Когда мне аплодируют, я чувствую такую бодрость, смелость, что это я смог, сделал». В этом году единственного победителя конкурса не было. Среди ребят невозможно было выбрать лучших. Лауреатами стали все. Дипломы, планшеты, рюкзаки и книги о Чувашии. Каждый из участников получил памятные подарки. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok